Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Ruinid King League of Legends Story. И в прошлой серии остановились мы как раз таки на том, что играли за нашу Илаой, драли с некоторыми бандитами, нашли Пайка, он от нас сбежал, но оказалось, что богиня, которая поклоняется Илаой, выбрала его как избранного, что удивило ее очень сильно, что собственно даже меня удивило, да, даже так, чтобы было. И при этом мы в конце встретили Браума, после чего к нам уже пришла весть, что нас ждет Мисс Фортуна, что там что-то случилось на Сумрачных Островах. И сейчас у нас как раз таки задание встретиться с Мисс Фортуной в ее особняке. Вот самое интересное, только где этот особняк? Вот вообще. Мне, кстати, так нравится, что каждый раз появляется посмотреть эту карту, вот каждый раз прям хочется. В портовую улицу, может, нам надо в портовую улицу. Просто посмотреть, типа вот карта региона, вот имение Мисс Фортуны. Как до него дойти? Да хватит. Не хочу смотреть обучение. Пожалуйста, остановитесь. Так, Грот Бухру, от него выход вообще не в ту сторону. Следовательно, нам надо... Вот Грот Бухру, а нам надо в обратную сторону. Давайте попробуем действительно в портовую улицу спуститься. Я надеюсь, что звук будет нормальный и видео будет нормально, а не так лагать, как в предыдущие разы. Ой, я туда иду? Ну, конечно, сейчас я не туда иду. Ой, я туда иду. Офигеть. Так, просто я такие технологии наворотил на самом деле. Я надеюсь, что вы это оцените. Поставите лайк, потому что уже доходило до того, что я думал, что мне не получится записывать эту игру, потому что столько проблем возникало. Сколько потому что... Так, что мы сейчас где? Блин, тут, конечно, сундук. Но я пока что не хочу туда идти. Типа, блин. Нам тут разобраться бы сначала, а то как бы... О, мы куда-то... Смотрите-ка, кого пронесло при боем. Что, сейчас драться будем? Ну и чё? А, вот всё. Наверное, вы хотите воспользоваться подъёмником? Да. Первый раз придётся заплатить. Что скажешь, Моррис? По обычному тарифу? Молчание с насогласия. Так, вы ведь не из ржавых крючьев. У этой банды свои методы проникать куда нужно, и подъёмником они не пользуются. Мы не состоим и в какой банде. Просто назовите плату. Если не пропустят нас, то пожалеете. Вот так и надо, мне так кажется. Так, вижу, кто-то рвётся в бой. Ничего, и не таких ломали. Говорит мужчина, доставая нож. Они с напарником надвигаются на вас. Продолжить. Ну всё, сейчас драка будет. В оборот шанс в 25% поклониться до тап, но пути баланса и пути силы. Шальные карты. При отсутствии опасности или поощрении в начале боя будет случайно выбрана шальная карта, создающая сектор на шкале инициативы. Так как в случае с опасностями и поощрениями, воины, оказавшиеся внутри сектора, станут целями. Эффект сработает, когда сектор достигнет начала шкалы инициативы. Ой, хватит читать. Так. Каждая битва — это новое испытание. Вот это вот. Так. И что мы будем делать? Будем бить Йорда Бродягу Морриса. Так, что у нас тут? Мгновенная перезарядка. Ладно, давайте пока что просто удар. Вот. Смотрим. Нормально. Сотрясение. Ну как? Для него это, конечно, плохо. Это для нас нормально. Тебе есть запал. Офигеть, они бьют, конечно. Так. А еще как на зло мы когда ударили, нам даже щупальца не дали. Шанс производить щупальца при получении удара. Мгновенная перезарядка. Блин, полезный скилл, мы что-то пока не знаем. Промок. О, увеличивает силу атаки. Наносит врагам 53 урона. Получает щит, поглощающий каждому. Так. Шанс уклониться на пути баланса и пути силы. Вот путь силы. Шанс уклониться плюс большой урон. Еще увеличенный. Интересно, что сейчас будет. Так. Ой, сами такие. Что вы нас уродцами тут еще называете? Да почему опять промок? Что с ними так? Ну ладно, два щупальца хотя бы. Ой, хватит урон наносить. Причем такой большой. Но... Ой, да даже по двоим. Сплэш урон. Это очень круто. Вот это мне нравится. Так. По хп пока ладно. Нормально. Пойдем на бродягу. Блин, теперь у него увеличивается силы атаки. Надо быстрее его дегвать. Так. Давайте нам тут щиты. Не. Какая-то дополнительная какая-то это. Теперь у нас есть. Еще давайте исцеление. Используем на всех союзников. Так. У него еще увеличенная сила атаки. Ничего себе, ты крутой. Ну. А щит-то нормальный так. Помог. Хорошо. Капа восстановили. А что щупальца не ударили? Крит. Просто царапин. Да, реально. Ты в нокауте, чем? Все. Победа. Добыча. Золото. Куски шкуры волка. Опыт. А, этот опыт еще делится. Понятно. Так. Что, все? Теперь можно пройти? Я сижу, никого не трогаю. Конечно. А ты что скажешь? Не забудьте сделать подношение скупой платить жизнью. Нормально, нормально. Мы нашли путь, наконец-то. Просто я до этого уже начинал серию немного потупил. Идите вниз по ступеням и пройдете к особняку Мисс Фортуны. То есть я начал как раз таки записывать, когда там проверял все, да как, что по видео. И все было очень плохо. Я вообще не в ту сторону ходил, блин. И мне было все плохо. Так, что у нас тут? По карте. Карта, как обычно, гигантская. С ума может сойти, на самом деле. Как тут все проработали? Пройти, у меня ночная смена на складе. Если я опять там сну, получу нагоняй. Да, иди. Так. Мы все пооткрываем. А почему не открывается? Почему не открывается? Блин. Ну все. Вот что еще надо? Так. О, а вот тут нам надо. Там какая-то штука полезная. Неужели это третья часть? О, тут мы не приходили. Это нам тоже надо взять. Да не ты нам надо. Мы не хотим с тобой болтать. Там сундук. Так. Великое похищение. Я не вижу слова. Вот вы понимаете, у меня там запись прикрывает как раз таки этот фрагмент. Сапфил и все. Привет, Орли. Граф взбесился. Мол, цацка не сработала. Подружка его прилюдно бросила. Он пришел в лавку и подстрелил меня. Так что извиняй. Придется тебе идти на дело одному. У меня нога. Отрыви и брось. Толку с меня все равно не будет. Ну смотри в оба. Клан Сирмага теперь про тебя знает. Граф сказал, что они спят и видят, как с тебя кожу сдирают. И видят, как с тебя кожу сдирают. Да сеном набить. Да выставить в доме ужаса в кровавых долгах. Бывал я там. Паскудное местечко. Не хотел бы я туда попасть в виде экспоната. Почти как цирк. Они наряжают чутила своих прагов в дурацкие тряпки. В общем, не держи зла. Это все моя вина. Слабоват амулет оказался на любовь. Слишком много похоти. Граф теперь совсем дурной. Так что береги его. Удачного ограбления. Гарум. Ничего себе. Так, сейчас быстренько в сундук льнем. Так, вы к особняку мисс фортуны не придем. Нормально, тут куча всего. Нам опять не с тобой надо. Да блин. Почему они все загораживают? Уйдите. Куда? Не, не, не. Они с... Как сложно тут что так брать. Ну попробуем. О, зелья. Неплохо, неплохо. Так, ускоримся. Немного. Так, а нам тут да. Как я понимаю. Что, мы наконец к особняку придем? Так, по карте. О, имение мисс фортуны. Офигеть, а нам еще идти идти. Почему он так далеко живет? Почему тут нет телепортов? Ой, что такое? Белджвотра напоминает бесконечное нагромождение домов и кораблей. Кажется, он тянется до самого горизонта. С непривычки тут, конечно, трудно. Ну и Белджвотер можно обжить. Так, чтобы попасть к миниу фортун, надо спуститься на подъемнике. Но сначала посмотрим, чем нас может порадовать рынок. Белджвотер и опасность поджидает на каждом шагу. Мы должны быть во все оружии, и нам не помешает хорошее снаряжение. Типа, закупиться. Что-то нам предлагают. О, я вижу сундук. Он будет наш. Так. А ты купец? Смотреть товары. Идол торговца рыбой. Ну иди, я не знаю ничего. Так. Урон, физическая защита, магическая защита, выносливость. Так, ну тут прям урона 84, так получается, плюс защита. Блин, я бы взял вот этот, слушайте. Давайте попробуем его взять. По-моему, он будет получше наших. Что-то одежды я тут еще не закупался, конечно. Так. Вот это будет получше. Давайте еще это попробуем купить. Нет, давайте пока только вот идол купим. Так. А снаряжение? Не хочу я тут. А где наш идол? Вот он. И это не он. А где ты? Почему тебя у нас нету? Так. А я не понял. Почему он не у нас? Или это у него? Это для него? Блин. Так. Ну, он будет получше. Как тебе открыть? Вот так вот. Защитник Пора. Так этот в Ростол лучше. Ну как нет? Не в Ростол, но... Ладно, давайте его возьмем. Блин, пипец. Деньги зря потратили. Нормально. Вот зачем вы нам сказали, что можем деньги потратить? Взяли и криво потратили. Там что, зелия какие-то? Нам пока зелия не нужны у нас их много. Так. Нам надо вот вниз. Я понимаю. О, прикольно. Какой же все-таки это многоуровневый город? Я, если честно, думал, что Билдж Ботер выглядит немного по-другому. А сейчас он мне... Напоминает чем-то заун. Только, правда, это деревянный такой заун на минималках. Так. Драться? Ча, я что-то сделал? Я, видимо, сразу же нанесу рулон. Исцеление? Блин, классно. Надо вот так вот именно бои начинать. То есть у них уже какой-то... Ну, то есть немного им уже урона было нанесено. Плюсом у нас уже ищу пальца. Теперь у нас их три. Так. Мы еще под исцеление попадаем. Вот это вот прям... То, что надо. Нет. Одного добили. Так. Неплохо. А тут что? Исцеляют. Да, надо нам это исцеление. Во, по пути скорости. А, тут все, я прям сразу же пошла. Жесть она сильна. Хватит нашего брауна пить. Сейчас будем добивать тебя. Нет. Нокаут. Волна про... А, блин, точно. Волна. Что-то я так думаю, что нам надо похиляться. Угомонитесь. Так. Давайте вот так вот сделаем. Он как раз еще и похиляется. Еще и защиту нам навешивает. Во. Неплохо. Спасибо за доброту. Так-то лучше. Здесь у нас есть и щит. Ну, который уже, конечно, нам избили. И все равно. Кайф вообще. Так. Вот это нам точно пригодится. Всем врагам очень большое количество урона. Это прям то, что надо. Так. Еще плюс два щупальца. Сцеление. Кто на исцелении? А! На него тоже исцеление работает. Нет, почему именно на него? Да блин, из-за этого он выжил. Понимаете, совсем чуть-чуть хп у него. Они действительно каждый на один удар уже. Так. Давайте его. Не бейте браума. Но добить они его точно уже не смогут. Счастью. Сейчас пять щупальцев. Мяфиг. Чупальцев. Что они так мало урона нанесли? Всего семь. А их три? А почему их три? Они временные? Ну да, ладно. Ну и где история? Я ждал истории. О! Сломанные клыки волка мрака. И опыта, кстати, немало. Шестой уровень. О! То есть мы теперь можем улучшить эти умения. Это классно. Надо потом прокачаться. Так. Сейчас мы, конечно же, будем отправляться дальше. А расскажи, еловой, а твоя богиня подвергает испытанию зверей? Зверей? Нет. Наго Кей Борос не испытывает зверей. А, жаль. Браун знает несколько очень достойных илнуков. Интересно, к чему он сказал? Типа... Подобрать и душевный? Или типа враги его? Я это немного не разбираюсь. Так. И меня Фортуны... О! И сразу же враги. Что тут забыли? Фортуна убила нашего капитана и должна понести наказание. Надо преподать ей урок. Давай тут все разгромим. Ага, обязательно. Сегодня мы станем главными богачами Билджи Уотера. Мы все поделим поровну. Капитан Торн хотел бы именно этого. Обязательно, обязательно. Не на тех напали? Кажется, у нас тут благодарная публика. Они тоже хотят поживиться. Но нет. Эта добыча принадлежит команде капитана Торна. 395 хп. Ой, 392 хп. Глухая оборона. Так. Устанавливает сей группы. И наминает сей группы. Давайте он. Типа пьют Дилет, а то у него чуть-чуть плохо. Так. Сначала давайте тогда его уничтожим. О, два щупальца. О, ну круто, что у него увеличено ускорение. Сотрясение. Тут еще на тебе. Еще сотрясение. Блин, критана. Офигеть. Че, глушение там? Не, ну это уже что-то слишком. Мало того, что урон от него какой-то очень большой. Так. Сюда, здесь. Может, кританешь? Нет, не кританул. Да видите, да блин. И теперь они не того бьют. Как жить? О, еще польцовик, два. О, нельзя оглушить вылезу или что? Так. Давайте тут защиту. Ой. Тут, конечно же... Тут, конечно же, лучше похилять. Или нет. Блин, че-то я запутался. У него... У нее есть это? Сразу же, чтоб хилка была. Она уменьшает весь получаемый урон. За каждое активное щупальца. Давайте вот, провокация, реально. То есть, он будет бить именно Иловой. Камнус Браун будет жить. А мы еще будем еще польцов получать. Чего? Ему два урона все равно не унесли. Так, увеличено ускорение. Опять два. Ты кто такой? Так. Сейчас весь урон получаем атак. Пути баланса, пути скорости. Балансы, пути скорости. Значит, нам этот путь силы, да? Я понимаю. Так. Во. Плюс щупальца. Во. Да, реально. Надо читать. Говорят, полезно. Про челы теперь больше знаем. Так. Нам надо опять похиляться. Потому что тут чел какой-то слишком жесткий. Во. Неплохо. Так, тут все от урона. Плюс еще щупальца сейчас будут. Так. Путь силы нам тут тоже нужен. О! Снятие какое-то. Нельзя глушить. Плюс по пять урона. Ну, кстати, неплохо. Полчок назад. Давайте опять вот этот вот скилл используем. Потому что он неплох по урону. Тем более у нас сейчас довольно-таки немало щупались. Величенная скорость. Пять полчок назад. Нет. Вот так и надо. Нельзя оглушить. И все. Добивающий. Так-то он вообще жесткий. Мы уже знаем, что делать. Остается просто действовать. Если бы я не прочел, я уж подумал, что так и надо будет. И типа в конце миспорт он такой, да я вам помогу. Типа, что это все для сюжета было. Оказывается, да нет. Оказывается, проще читать, говорят, полезно. Так. Идем сюда. А вас ждут. Так, мисс Фортуна предупреждала о вашем приходе. Еловой, верно? Спрашивает он. Она ждет вас в гостиной. Воспользуйтесь подъемником, чтобы туда попасть. И больше нигде не шастаетесь. Вы готовы подняться? Да, давай. Сюда, пожалуйста. Он указывает дорогу. Проходите в гостиную. Спасибо. О, ничего себе, какой подъемник. Элитный. На самом деле, стрёмно. Мне было бы страшно на таком подниматься. Он выглядит максимально небезопасно. Зато коврик. Ну вот коврик это кайф. Так. Опять проблемы. Так. Сундук. Это нам надо. Так много зелий дается. Это что? Это нам потом придется очень много использовать? Опа. Всем привет. Мы тут ваши друзья новые. Проходите мимо. Мимо это куда? Так, подождите. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда? А, вот комната капитана. У меня же вроде была другая комната. А, там была типа ее спальня, да? Прям уже. О, все. Сейчас будет сюжет. Какой роскошный дом. Но что тут стряслось? Этого места коснулось какое-то зло. Чувствуешь? Застой и гниль. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я знаю, раньше между вами что-то было. Но теперь-то ты должна понимать, почему я просто обязана была его убить. Давай поговорим. Я хочу все уладить. Я не слепа, Сара. Я понимаю, что ты позвала меня не за тем, чтобы мириться. Здесь произошло что-то страшное. На вас напали? Да. Явились туманные ходоки и перебили моих людей. В прошлый раз черный туман затопил весь город. Теперь он пришел только за мной. Тебя это не удивило? Богиня послала мне видение. Черный туман поднимается над сумрачными островами. Набирает силу. Накрывает весь мир. Видение? Мне некогда разгадывать загадки твоей богини, Илаой. Туманные ходоки проникли в мой самый надежный штаб. Убили десяток лучших людей. Рафен чуть не погиб. Я сделаю все, чтобы это не повторилось, Илаой. Не стоит меня недооценивать. Браум тоже сражался с туманом. Не поняла. Это еще кто? Это я. Браум из Фрель-Йорда. Большой и тупой. Все, как ты любишь, Илаой. Браума выбросила на берег сегодня утром. Туман настиг его в море возле сумрачных островов. Но тут другое дело. Остановив туман во время страховина, мы решили, что избавились от него. Но вдруг мы ошибались. Кто это мы? Ты считаешь себя хозяйкой Билджуотера. Зачем тебе моя помощь? Я уже все объяснила. Я буду защищать свой город и команду любой ценой. Именно такой лидер нужен Билджуотеру. Но для этого мне нужна твоя помощь. Осмотри Серую Гавань. А я пока позабочусь о раненых и наведу порядок в городе. Я пойду в Серую Гавань, потому что сражаться с Туманом — священный долг Вестницы. И я верю, что меня направляет воля богини. Я сделаю это не ради тебя. Как тебе угодно. В любом случае, спасибо за помощь. Если вы с красавчиком что-нибудь разведаете, ты знаешь, где меня искать. Красавчик? Юная дама мне льстит. Осторожней с ней. Сара еще не решила, кто больше подходит Билджуотеру. Миротворец или тиран. Пока что ее правосудие пахнет лишь кровью и порохом. Какие интересные качества. Мы осмотрим Серую Гавань. Если Черный Туман вернулся, я изгоню его, как уже делала прежде. О, задание завершено. Блин, на самом деле немного жалко, что между Илаоем и Фортуной такая немного накаленная атмосфера. Я все-таки надеялся на то, что они... Что мы забыли в Серой Гавани, а? Это проклятое место. Зря мы сюда сунулись. У Малика тут встреча. С Ганг Планком. Разве что с его трупом. Фортуна сожгла его вместе с кораблем, это всем известно. А вот мы вряд ли так легко отделаемся. Говорят, в Серой Гавани... Мертвецы иногда возвращаются. Думаешь, у тебя получится? Пожелее пацана, Ганг Планк. Тебя долго не было. И у тебя каждый человек на счету. Люди не вернут мне мой город. Фортуна выжила, а твои... твари... лишь разворошили осиное гнездо. Оно теперь еще опаснее. Это была проба пера. Достал то, что я просил? Да, все тут. Только... Зачем тебе этот древний хлам? Ты понятия не имеешь, что это такое. Эти артефакты Бухру вернут мне королевство. Ага, конечно. Еще бы дожить до того дня, когда твои планы осуществятся. Не ной, у меня почти все готово. Когда я вернусь, Черный Туман будет подчиняться мне. И Капитан Фортуна отдаст мне мой город. А Туман отличит друзей от врагов. Да без разницы. Повесь это себе на шею. И скажи людям не отходить. Если не будете глупить, Туман Серой Гавани вас не тронет. Эй, ты же собираешься обратно? Тогда это тебе нужнее, чем мне. Уже нет. В отношении бородатой леди. На всякий случай. Живой или мертвый Билдж Уотер принадлежит мне. Это моя судьба. Но мой союзник должен выполнить уговор. Для того, чтобы я снова стал королем пиратов. Какие интриги. Я на самом деле не знал, что Ган Планк именно так выглядит. И теперь интересно. Он все-таки выжил? Или он восстал из мертвых? Из мертвых. Хотя выглядел он в принципе как живой. Билдж Уотерские доки. Так. Ясуа и Ариан. А вот и Билдж Уотер. Теперь я понимаю, зачем тебе телохранитель. Он совсем не похож на Ионию и... Такой пестрый. Воздух соленый. Все вокруг в морской пене. Это не пена. Смотри под ноги. Не знаю, зачем ты здесь. Лишь бы ненадолго. Не волнуйся. Мы легко найдем моего знакомого. Твоего знакомого? Кто он такой? Один купец. Я расскажу, когда придет время. Я хочу знать, во что ввязываюсь. И потом, я не смогу защитить тебя, если ты даже не говоришь, кто ты такая и куда мы направляемся. Что с тобой? Что тебя тревожит? Ты от кого-то бежишь? Когда мы встретились, тебе не терпелось уплыть. Давай так, скажи, кто ты. И я, может быть, объясню, почему покинул Ионию. Я рассказала все, что тебе нужно знать, Мечник. И заплатила вперед. Но если хочешь, ты можешь остаться здесь. У тебя хоть имя есть? Ладно, идем. А я-то знаю ее имя. Мне кажется, почти все, кто играет в эту игру, кто играл в эту игру, хоть как-то знаком с Лолом, знают, как ее зовут. Это Ари. Конечно же, наша девятихвостая лиса. О, что здесь будет. Эй, это ты торгуешь вастайскими артефактами? Тссс, говорите тише. Это деликатное дело. Наверное, вы коллекционер, а знаете о вастайских артефактах. Что вас интересует? Говорят, ты продаешь солнечные камни племени Висани. Если повезет. Солнечные камни — огромная редкость. Ведь вастаи давно вымерли, но один такой камень я недавно продал. Кто его купил? Боюсь, я не могу назвать тебе имя. Это конфиденциально. Скажи ей, если не хочешь неприятностей. Ну-ну, решим все мирно. Скажи, твой клиент не будет против? Его зовут Малик. Он из Ржавых Крючьев. Сказал, что направляется в Серую Гавань. А далеко это Серая Гавань? Это место проклято. Туда пойдет только безумец. А что за Ржавые Крючья? Старая банда Ганпланка. Они даже мисс Фортуны не боятся. Лучше их не злить. Я их боюсь. Оставьте меня в покое. Значит, ты ищешь древнюю реликвию? Могла бы сказать и раньше. Ты узнала об этом свое время? Как я и говорила. Ночью на этих улицах опасно. Надо где-то переночевать. Интересно, интересно. А зачем ей старые реликвии? Вот этого я уже не знаю. О, вы с почасовой оплатой или... Две комнаты на ночь. Вы уверены? Хватит и одной. Наксианские монеты? Мы такие не принимаем. Только серебряные змеи. Никаких исключений. Послушай, других у нас нет. Мне все равно. Забирайте свои заморские монеты и убирайтесь. Ты уверен? Посмотри внимательней. О, какие редкие монеты. Вы слишком щедры. Выбирайте любую комнату. Хм. А мой друг хочет выпить. Конечно, конечно. Приятного отдыха. Спасибо. Какой же полезный скилл Ари в жизни все-таки. Хотели бы себе такой вот иметь? Вообще было бы круто на самом деле. Знаешь, ты отличный телохранитель. Я уверен, что он вообще тебе нужен. Скажи-ка, что это был за трек? Какой? Что ты сделала с купцом и с трактирщиком? Не пытайся меня одурачить. Какая разница? Мы получили то, что хотели. Но я человек, а ты... Ты вастаи. Я знала, что ты скоро догадаешься. Я встречал много воинов вастаи. Пернатых, мохнатых. Но никого с твоими талантами. Из моего племени Висания в живых осталась только я. Я стараюсь пореже встречаться с людьми. До того, как мы покинули Ионию, я не проводила так много времени среди людей уже целый век. Для вастаи век это одно мгновение. Знаешь, в одиночестве время тянется медленнее. Слушай, может, ты и вастаи, и чары твои сильны, но я дал обещание. Я буду тебе помогать. Если понадобится защита, можешь на меня положиться. Только объясни мне, что происходит. В твоих словах я чувствую боль. Какой-то страшный груз у тебя на сердце. Тебе очень нужна эта работа. Еще один из твоих талантов? Один из многих. Меня зовут Исуо. Можешь звать меня Ари. Сотни лет — огромный срок, когда ты одна. Ты прекраснее любого цветка. Прошу, уйди. Мои чары. Я их не контролирую. Мне все равно. Я твой. Кто я? Чудовище. Она куда-то одна ушла, что ли? Куда же ты, Ари, и чего? Я так голодна, что теряю контроль над собой. Зря я взяла в попутчике Исуо. Я слишком много лет не была среди людей. Его чувства, воспоминания. Как трудно удержаться и не поглотить их. Намного лучше действовать в одиночку. Рано или поздно мы бы все равно расстались. Тайны, которые я хочу раскрыть, предназначены для меня одной. Интересно. Блин, теперь еще про Ясова буду говорить. Понятно. Она пошла в серую гавань одна? Проклятие. Я что-то не то сказал. Может, я еще успею ее догнать. Я не дам ей погибнуть. Не повторю старой ошибки. Позже. Эй, и что позже? А-а-а. Суп новая беседа на месте отдыха. Серая гавань впереди, совсем рядом. Осталось преодолеть блокаду. Очередные герои направились в серую гавань, чтобы прославиться. Ну-ну, удачи. Удача нам не нужна. Только напутствие. На какие боросы. Если вы настроены серьезно, вам понадобится снаряжение. С этим я могу помочь. Если вам хватит денег, разумеется. На вашем месте я бы не скупился. Мертвым деньги ни к чему. О-о-о. Мы зашли в эту... А, нет, мы еще не зашли. Пипец. Как мы далеко уже продвинулись. Опять? Почему у нас постоянно обучение? Я вообще не хотел сюда. Хотел сундук открыть. На самом деле, многое мы сегодня прошли. Очень много было под конец диалогов. Вот, знаете, нам главное было дойти до Мисс Фортуны. Потом мы с ней много поболтали. Потом оказалась новая ветка про Ясу и про Ари. Они уже успели разделиться друг к другу, искать их. Понимаю, что мы уже скоро с ними встретимся. Но в любом случае, скорее всего, мы будем продолжать это уже в следующей серии. На этом мы, наверное, будем заканчивать. Я надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!